Рабочий визит министра регионального развития Булата Жамишева в Казалардинскую область продолжается. Глава ведомства лично ознакомился с ходом строительства нескольких социальных объектов в регионе и принял участие в совещании по проблемам региона. Райхан Тажибаева расскажет подробности. Первый объект, который посетил министр регионального развития Булат Жамишев, дом областных учреждений. Здесь планируется разместить 26 государственных организаций, а также ситуационный центр, который будет вести ежедневный мониторинг работы каждого госоргана. Сдача в эксплуатацию объекта ожидается в следующем месяце. Далее руководитель ведомства побывал в перинатальном центре матери и ребенка. Здравница рассчитана на 200 коек. Ее строительство начато в 2008 году. Проблему долгостроя удалось решить лишь в этом. Центр, укомплектованный новейшим современным оборудованием, первых пациенток примет в канун 8 марта. Детей, рожденных с различной патологией, не уменьшается. Нам необходимо самим проводить на должном уровне перинатальную диагностику. Для этого нужен генетический центр. Кроме того, еще одна большая проблема – бесплодие женщин. В целом такая ситуация отслеживается во многих регионах Казахстана. Мы могли бы на базе данного центра создать и центр экстракорпорального оплодотворения. Булат Жамишев принял участие в работе совещания, где обсуждались актуальные для региона проблемы. Ознакомился с ходом реализации государственных и отраслевых программ, а также новыми проектами. Мы рассматриваем Байканур как точку роста экономики нашей области. Плюс президент принял решение о том, что Байканур является объектом места 2017. Завершаем в марте месяце разраживание проекта комплекса «Коптата». И по заданию главы государства до конца этого года будет построен полностью реконструирован комплекс. На этой цели из областного бюджета мы выдаем около миллиардов недель. Министр регионального развития отметил общую динамику роста в области и подчеркнул, что Казларда в числе лидеров по темпам строительства жилья. В прошлом году в области сданы в эксплуатацию 93 жилых дома. В этом году планируется построить еще 101. Программа модернизации ЖКХ в регионе тоже идет. Нормальные темпы. В области очень низкая возвратность затраченных средств. Это означает, что жителями работа проведена недостаточно хорошо. Программа предусматривает, что дома должны быть обеспечены щепчиками, автоматизированными приборами, регулирующими температуру подачи воды, этими приборами АТП. И, кроме того, в обязательном порядке это ремонт элеваторов. На совещании были затронуты и другие важные для региона вопросы, в их числе реализация второй фазы проекта по регулированию русла реки Сырдарьи и северной части Аральского моря и проект по модернизации городского водоканала. Подводя итоги поездки, Була Джамишев подчеркнул, что все бюджетные заявки будут рассмотрены по мере подачи в профильные министерства.